С уверенностью могу сказать, что Конаковский район это территория спорта и здорового образа жизни. Здесь развиваются и созданы условия для многих видов спорта. Проводятся соревнования всероссийского и международного масштаба. Мы с вами в начале фильме видели, что проводятся... В этом году провели серьезные регаты по парусному спорту. В том году проводили в Конаково Риверклаб чемпионат мира. По рыболовному спорту проводятся всероссийские соревнования по конному спорту. Чемпионат Европы по вертолетному спорту прошел. И это все Конаковский район. Конечно же не только профессиональные успехи спортсменов, но и массовый спорт развивается в Конаково очень на серьезном уровне. Созданы условия для ГТО. Одна из лучших площадок для сдачи норм ГТО в Конаково. Конаковский район смотрит конкурсы комитета по спорту. Занимает уже на протяжении, я думаю, что последних 10 лет лидирующей позиции. Хочется сказать только так держать. Ну и что касается сегодняшних номинаций, я думаю, вы все обратили внимание, что сегодня представлены такие виды спорта, как бокс, джиу-джитсу, вольная борьба, единоборство. А номинанты – красивые девчонки. Я, конечно, понимаю, что Россия держится на женщинах, но вот хочется сказать непривычную для себя фразу. Мужики, равняйтесь вот на этих девчонок. Победитель номинации «Спортсмен года». Конечно, все девчонки достойны, я понимаю, но победитель один. Это Кондрат Анастасия Викторовна. Анастасия Викторовна Кондрат. Привидитель номинации «Спортсмен года». Конкурса «Человек года 2018». Фитография на память и ваши горячие, бурные аплодисменты. Спасибо. Почему джиу-джитсу? Ну, так получилось. Как давно ты уже? Именно джиу-джитсу, наверное, с 2008 года. А так начиналось с самбо. С 2006. То есть уже... В 2008 году, а джиу-джитсу? Да. Последние соревнования прошли в Швеции. Они были тяжелые для вас? Да, были тяжелые соревнования. А, к сожалению... Как сказать? В личном не смогла добиться результатов, дойти до пятисталу, но в команде наша сборная заняла третье место. Что вы испытываете сейчас по общему этому награду? Волнение. Для вас это гордо, почетно, радостно. Ну, почетно, конечно. Да. Человеку, что у меня. Девчонки были тоже очень достойными. Они также проделали очень большой путь, выигрывая на соревнованиях. Я думаю, что они тоже достойны этой победы. Продолжение следует...